Сюда в студию пообщаться. У нас первый звонок. Добрый день, прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте. Здравствуй. Задавайте вопросы. Меня зовут Людмила Теслава. Я хотел спросить, когда начнут метро на Троещину строить? А второй вопрос, когда? Сколько троих у Саватрусов там будут поступать? И когда их на Троещину? Ну, метро на Троещину мы будем строить, начинать в этом году. Это будет, наверное, в августе. И по поводу троллейбусов, там общие есть поставки по ЕБР. Там 378 троллейбусов. Вот часть из них есть по графику. Если оставить адрес, скажу вам точно, сколько будет в этом году поставляться. Я просто транспорт не веду, знаю общий договор, знаю, что мы деньги платим, знаю, что производители их делают, и БРФ, ну, банк финансирует. Это не Богданы, это троллейбусы ЛАЗ и троллейбусы МАЗ. Это большие троллейбусы, нет, маленьких троллейбусов не будет. То есть вы трудитесь в августе? Метро мы планируем в августе месяце начать с ней. Да, спасибо. Спасибо. А закончить планируете когда? Первую очередь в 2015 году. Там три очереди. Есть одна очередь, это с Подола до метро Радужный. Первая станция. И внутри у нее еще есть три станции, там на островах. Добрый день. Прямая линия, назоветесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Да, да, да. Мне очень интересует вопрос гидропарка и, в частности, специальный журнал «Гидропарк». Ну, это неправда. Во-первых, это рекреационная зона. Во-вторых, мы провели инвестиционный конкурс на объекты рядом с тренажерным залом. И там баскетбольные площадки, футбольные площадки, пляжный футбол и мини-футбол. И обязали инвесторов, они это, в принципе, уже начали делать, сделать освещение и асфальтирование дороги. Но никакого изменения к тренажерному залу нет. Это такие, там, я знаю эти сигналы, но никакого. Это город спорта, он был и есть, и будет городом спорта. Хорошо, так и решать. А по поводу троллейбуса, 378 единиц, это в этом году уже поступает? Они поступают, начиная с прошлого года. Я поэтому не могу сейчас сказать, сколько их поступило. Там их поступало, там, ко дню, ну, там, к маю, если их, там, 120 поступило, кто-то еще. Могу дать график официально, кто-то подписан. Они по нему идут, там, там и троллейбус, и трамвай, и вагон, и метро. Там всего 115 миллионов евро, и из них 60 миллионов – это троллейбусы, троллейбусы, 30 миллионов, по-моему, трамвая. И остальное, вот эти 15 миллионов – это… А это будет, получается, обновляться тот состав, который уже есть, или будут? Ну, мы уже вернемся к этому вопросу. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте опрос. Добрый день, меня зовут Александр, я, если что, на Калининграде живу. Я вас хотел такой вопрос задать, в основном, на помощь. Медавно по Wi-Fi, медавно бесплатный Wi-Fi производится в центральном железнодорожном вокзале, у вас возле университета, где есть манан, а где еще в ближайшее время платим эти Wi-Fi установить? Ну, у нас постоянно там есть конкурс на сайте, где киевляне сами голосуют и большим количеством выбирают возможность. Планируем в КПИ, ну, вчера была встреча в КПИ, мы общались в парке КПИ, около зоопарка. Есть предложение в зоопарке сделать Wi-Fi. Ну, как бы, тут вопрос такой, где есть спрос и где есть там техническая возможность и так далее. Модельная большая. И к чему, собственно, вел по-воду троллейбусов? То есть, какие-то маршруты будут вытесняться маршрутки уже? Или это пока то количество, которое должно бы заменить состав просто выходящей из трубки? Всего в Киев-Постранстве около 800 троллейбусов. Мы за последние три года поменяли около 500 единиц. Сейчас мы заказали транспортную схему. В принципе, Александр Павлович считает, что больше, Больше необходимости менять именно за городские деньги больше нет. Сейчас есть идея, мы уже провели конкурс, мы разрабатываем схему движения общественного транспорта в городе Киеве. Ответьте, потому что нет. И согласно этой схеме будут разработаны новые маршруты, троллейбусные, автобусные, трамвайные, метрополитен. После этого будет проведен конкурс, и частникам будут отданы маршруты, также будут предложены. Добрый день, прямая линия, назовите, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день, я с Катей из Киева. Вот у меня такой вопрос, Катей Михайлович, а Вы сами воспользовались своим правом получить здесь что-то экземпликс? Что интересно? Нет, ни разу не пользуюсь. Ни разу? А почему? Ну, я думаю, после того, как в Киеве получилось 120 тысяч не киевлян земли, то, я думаю, было бы нехорошо пытаться пользоваться этим правом. Это первое. А второе, я не вижу сейчас участков. Там у нас есть очень маленькая часть в Быковне и очень маленькая часть в Голосеевском районе, около Чапаевки, которые мы там за последние три года мы выделили землю, по-моему, 12-ти олимпийским призерам и чемпионам, и героям Украины. Больше остальным не выделили. Понятно. А Вы вообще сами не планируете воспользоваться? Это все-таки право Ваше? Ну, право есть, но я думаю, что это не первоочередная необходимость сейчас. Спасибо вам большое. Сейчас, в принципе, ну, каждый желающий, понятное дело, что в Киеве уже, ну, то есть, жесткий отбор. Отбор всего? Отбор людей, кому можно дать ту землю, которую они успели. Согласно Конституции, каждый раздонин Украины имеет право успехов. Тем не менее, землю получили лишь 12, вот, призер, я понимаю, что люди, ну, заслуженные. Мы сейчас, на самом деле, разрабатываем программу, может быть, те, кто стоят в очереди или требуют жилья, чтобы им было принято решение сессии и им начать выдавать. Ну, в обменный отказ от получения жилплощади. Да, какой-то выход. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, с тобой. Здравствуйте, я тут Виктория, я из Киева. Вот мой вопрос. Все говорят о едином электронном билете. Скажите, пожалуйста, когда он будет введен в столицу и сколько это будет стоить? Ну, стоить это будет инвестиционных денег около 120 миллионов гривен. А введен в столицу и полностью мы планируем, что будет с 1 января 2014 года. А встать не прошло. 100 миллионов инвестиционных, так что город за это не будет, ни хер. Как вы относитесь к идее расширить границы Киева, допустим, за счет Вишнева? Это практически выгодно, не выгодно. Почему? Есть хороший пример, всегда его привожу. У Киева есть город по-братим, город Мюнхен. Там живет 4 миллиона человек. Они последний раз границы города меняли в 1939 году. У них, в отличие от Киева, нету долгов. У них 3 миллиарда евро лежит на депозите. Бюджет города 5 миллиардов в год. Вот, евро опять. Но они на вопрос о том, не хотите ли вы расширить свои границы, там и все остальное, они отвечают. Мы не такой богатый город для того, чтобы себе позволить расширять границы. Я потом чуть позже объясню. Добрый день. Прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день. Меня зовут Елена. Руслан Михайлович, скажите, пожалуйста, нужно ли это просто подорожание коммуналки с начала отопительного сезона? Многие говорят об этом. Как с этим? Мы не планируем никакого подорожания пока. Цена на газ, вы знаете, она в принципе пока не меняется. И государственный регулятор пока новых тарифов не применял. То есть у нас же государство устанавливает основные тарифы. Учитывая, что они не поднимали тарифов на тепловую энергию, соответственно, они когда поднимают, мы через 3 месяца автоматически должны поднять. Поэтому уже на этот отопительный сезон время прошло для поднятия. Поэтому в принципе за государственный регулятор не могу отвечать, но уже время прошло для того, чтобы к отопительному сезону мы поднимались. То есть я правильно понимаю, что добавьте всегда из 3 месяца, скажем так, да? Спасибо вам большое. Опять-таки, на части бы решилась проблема земли, которую нужно раздавать. Проблема земли раздавать, да. Только теперь давайте понимать, какое количество транспорта муниципального, который убыточный, необходимо добрать. Какое количество дорог необходимо построить. Какое количество сетей коммуникации нужно начать обслуживать и построить. Какое количество социальных льгот нужно выплачивать. Какое количество школ надо построить. Какое количество надо медических учреждений построить. А теперь, исходя из этого, то есть есть дополнительные траты, которые город автоматически при новой территории с людьми должен на себя взять. А теперь давайте сравним там социальный статус или социальную поддержку тех, кто живет в Вишнево и тех, кто живет сейчас в Киеве. У них она гораздо меньше, нежели есть у киевлян. Соответственно, присоединение того же Вишнево и любого другого города, оно скажется на финансирование тех киевлян, которые давно здесь проживают. Поэтому все другие, наоборот, занимаются модернизацией существующей инфраструктуры. Как бы деньги тратят существующую инфраструктуру. Но не развивают новые территории. Вернемся. У меня есть вопросы. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я из Киева. Я хотел, чтобы Калычу задать такой вопрос. В принципе, наверное, не секрет, что у нас сомневая экономика в столице все-таки действует, да, и никакого города не получает, ну, выпутищить за эти выгоды. Я хотел узнать, что у меня, насколько город могут получать, если бы наши люди на высшем мире же всех предпринимать. И не только из денег, и чем бы эти деньги помочь еще, и сколько это, и что можно было для них делать. Ну, это тяжело посчитать. На самом деле, если бы мы... Можно предположить. Да, можно предположить. Но если говорить о том, сколько... Вот в равных условиях, в разных условиях у нас сейчас находятся пользователи земли. И согласно земельного кодекса, пользователь земли должен платить, если он арендует землю, от 3 до 12%. Так вот, у нас от 3 до 12% платят только 20% предприятия. Остальные не платят. Мы посчитали, это приблизительно 2 миллиарда гривен в год. Ну, дальше мы с вами знаем... В год, да? Да, в год. Дальше мы с вами посчитали, там, не знаем, незаконную торговлю, но ее, по-моему, посчитать невозможно, да, там, ну, как бы... Можно теоретически посчитать, что, там, 20 тысяч киосков по 30 квадратных метров, это 600 тысяч торговых площадей, за которые, там, не оплачено ввод в эксплуатацию, не оформлена земля, там, и так далее. Мы получаем боевое участие, вот, в прошлом году получили, там, 51 миллион гривен, а это, наверное, могло бы быть в разы больше. Ясно. Спасибо большое. Так вот, с другой стороны, появляется земля, на которой можно построить жилые дома, вот, ну, то есть, привлечь инвесторов. Понятное дело, что инвестор, наверное, как бы не ломанет прям сразу вот так, потому что это еще, вроде бы, как бы не совсем Киев, но, тем не менее, то есть, понимая, что, как бы, в перспективе, это будет Киев, и земля будет дорогая, то есть, это не, не, как-то, оправдает затраты на те же коммуникации? Нет. Давайте ответим. Да, добрый день. Прямо Ирина, зовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Да, у меня тут встание. У меня такой вопрос. Какими вы пилите дополнительные источники вливания в городской бюджет? А есть еще дополнительные источники? Ну, первое, я вижу, это все-таки упорядочение отношений в земле. В городе Киеве оформлено 25% земли. Если взять 83 тысячи гектаров площадь города Киева, там, она от 83 до 85 варьируется, там, ввиду всяких судебных тяжб, то оформлено 25%. Поэтому город недополучает, и, как бы, это, в принципе, не ложилось бы на людей, проживающих в городе Киеве, а ложилось именно на те предприятия, которые трудятся здесь. Второе, исходя из этого, освободилось бы, то есть, те предприятия, которые нерационально используют землю, они бы высвободили эти площади, отказались отчасти, потому что есть такие предприятия, которых там числится 12 человек работающих, а занимают около 40 гектаров, там, практически, в центре Киева. Это послужило бы возможностью продажи земельных участков городом и получения денег, опять же, в бюджет. Следующим направлением, это, конечно, боевое участие от строительства в городе, потому что, там, в 7-8 году достаточно большие объемы, там, больше миллиарда гривен, было дано отсрочки, все-все различных льгот застройщикам по данным объектам. Ну, это, как бы, основные моменты, по которым можно увеличить доходы в бюджет. Ну, и самое большое, это оставшееся коммунальное имущество, которое находится в заныкбалном состоянии. Ну, для примера, работники всех администраций, ну, городской и районных администраций, занимают около 42 площадок в городе Киеве, и на них занимают 27 тысяч площадей. Наверное, эффективнее было бы собрать всех в одном здании, а от этих площадок избавиться. Потому что транспортные затраты, затраты связи и всего остального, они существенны по сравнению. Ну, а это уже, как бы, дань, которая сложилась, там, десятилетия территориального размещения. Ну, это не такой большой объем, но тем не менее. Да, согласно, ну, есть хороший пример генплана нашего, который разрабатывается. Вот я с ним категорически не согласен. В этом генеральном плане на сокорках пивничных планируется строительство 25 миллионов квадратных метров жилья. 25 миллионов квадратных метров жилья подразумевают, ну, как правило, у застройщика на подведение коммуникации сетей порядка 25% это затраты на инженерные сети, на тепловые сети, на проведение, но не на мощности, да, то есть это при условии того, что есть мощности по воде, по водоочистке, по электроэнергии. Так вот это вот, вот эти затраты 25%, которые должен понести город, это 8 миллиардов долларов. У меня вопрос, как бы, вот 8 миллиардов долларов для того, чтобы построить сокорки пивничных. Может, эти 8 миллиардов надо потратить на Шевченковский район, Печерский, Днепровский, там, Борщаговку тоже, да, там, где сети у нас уже все в непонятном состоянии находятся, каждый день какие-то аварии. Так лучше, ну, мы с вами можем получить, там, тот же Бруклин, там, да, который раньше был в Нью-Йорке, да, мы можем получить, почему сейчас те города, которые остались в своих территориях, у них меньше проблем, потому что они модернизировали существующую свою территорию постоянно и вкладывали в свои моменты. Сейчас уже даже в том же Китае, который, ну, в Пекине, да, там сносятся здания, которые строились в 80-х годах. То есть есть квартал, у них работа, да, это проблема там законодательная, не только городская, да, но есть квартал, вот если он эксплуатируется, этот дом больше 25 лет, у них есть понимание, каким образом жителя, переселить или предоставить ему аналогичное жилье в этом же районе, этот квартал потом сносится, строится новый, потому что капитальный ремонт жилого фонда, он практически на те же деньги выходит, да, мы с вами постоянно находимся в затратах. Добрый день, прямая линия, назоветесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, у меня будет Наталья, и у меня такой вопрос, интересует, будет ли в этом году подорожание проезда в коммунальном транспорте, в маршрутках? Мы готовим, мы готовим такую комплексную схему, от которой киевляне дороже платить не будут, но разовый проезд будет дороже. Ну, объясню суть ее, то есть, если сейчас человек едет из Троещины, например, в Голосеевский район, он едет сначала, даже берем коммунальный транспорт, едет за 2 гривны, там, до метро Петровка, спускается, он метро платит еще 2 гривны, и потом спускается, вернее, выходит, садится на троллейбус или автобус, платит еще 2 гривны, и того тратит 6 гривен. Мы понимаем, что этот путь можно проехать, там, за час или полтора, будет, там, часовой или полуторачасовой билет, который будет стоить, условно, 4 гривен. Вот, и, ну, таким образом будет организован проезд. То есть, это новая система, которую мы презентуем, там, в сентябре месяце, и с 1 января она, скорее всего, заработает. В принципе, можно смотреть Москву, которая, ну, опыт той же Москвы, которая сначала подняла тарифы, а потом все равно запустила именно эту систему. И горожане, которые живут именно в Москве или в пригородах Москвы, да, они платят гораздо дешевле. А там, где это туристы, которые приезжают один раз, пользуются инфраструктурой, они будут платить по тому тарифу, который должен быть. Ну, вы же будете, вы же будете пользоваться этим 10 раз в месяц, правильно? Вот, одноразовый билет будет дороже, многоразовый будет по такой же цене. Затраты на сбытки в Пастранстве и в Метрополитене составляют в Пастранстве 50% выручки. Администрирование одноразового билета стоит, ну, очень большие деньги. При выручке Пастранстве 26-30 миллионов гривен, затраты на сбытки до 20 миллионов гривен. Это кондуктора, кассиры, расповсюдживальные, вот это мережа, где они там платят и все остальное. Поэтому везде все города приходят к тому, чтобы сократить количество одноразовых билетов к их проездным. Это автоматически снижает затраты на сбытки. Давайте, это мой вопрос. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Планируем, что ветка появится в 15-м году. Мы сейчас заканчиваем, у нас есть несколько инвесторов. Это инвестиционный проект. Мы сейчас подали документы на получение государственной гарантии под этот инвестиционный проект. И дальше у нас есть три группы банков, которые, в принципе, объявили о готовности финансировать данный проект. Это российские банки, западные банки и украинские банки. Объем большой, мы думаем, что это будет в итоге банковский консорциум. Но сейчас нужно получить государственную гарантию. Инвестиционный проект простой. Есть 500 тысяч человек, рассчитанный объем 200 тысяч человек в день, которые будут двигаться и покупать билеты. Также есть торговые помещения, которые будут давать доходы от аренды и рекламы. Это будет доходная статья, затратная статья, это кредит с процентами. И разницу мы планируем порядка 500 миллионов в год на покрытие разницы выручки и затрат для погашения кредита. В принципе, ТЭО рассчитано, оно и есть. Это нормальный бизнес-план, который может город реализовать. Я не очень понял суть. Ну, то есть, суть как раз понял, то есть, много раз. То есть, есть сейчас проездные, чем вот этот будет принципиально отличаться? То есть, он будет, я не знаю, даваться на время какое-то? Или там будет отмечаться количество поездов? Там есть несколько критериев. Вот сейчас я же почему, мы почему его не презентовываем, вы задаете вопрос, я отвечаю. Есть несколько моментов. Есть количество поездов. Это один критерий. Вот сейчас работает критерий количества поездок, умноженное на одноразовый проезд. То есть, если вы посчитаете проезд в транспорте, посмотрим проездной, то там 120 гривней рассчитано на определенное количество поездок на самом деле. Дальше есть время проезда. И третий критерий есть еще, расстояние проезда. Расстояние самая дорогая услуга для города как такового. Потому что необходимо делать турникеты еще и на выходе. Либо пассажира заставлять отмечаться, когда он зашел в троллейбус и вышел из троллейбуса. Ну, это как будет... То есть, те же контролеры, те же... Нет, это все делается автоматически. Зашел в троллейбус, зарегистрировался. Выходишь на следующей остановке, зарегистрировался. Если не зарегистрировался, когда выходишь, то платишь за весь маршрук. Оно автоматически с карточки все снимает. Ну, это как бы сильно дорого, да. И поэтому люди сами заинтересованы. Ну, а за непроезд, как бы, есть штраф за неоплаченный проезд. Поэтому здесь уже не кондуктор, а здесь уже есть исключительная группа контролеров. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Женя. Меня зовут Елена Елена. Я бы хотела задать такой вопрос. Ну, знаю, что скоро начнется работа за формирование бюджета следующего года. И вот что планируете в первую очередь, то есть на что добавить в бюджет? Бюджета какого? Работа над бюджетом ведется каждый день. По крайней мере, у меня в кабинете и у финансистов. Ну, или вы про бюджет следующего года? Да. Ну, в принципе, во-первых, есть начатые проекты, да. То есть необходимо достроить и Подольский-Воскресенский мост, если и из крупного. Да. Есть проблемы в жилищно-коммунальном секторе. И сейчас все районы и структурные подразделения работают над энергосберегающими проектами, потому что правительство открыло достаточно большой объем денег получать под государственные гарантии и модернизировать там жилищный фонд. То есть это для того, чтобы была постоянно горячая вода, для того, чтобы не текли крыши. И сейчас под это работает энергосберегающая программа. Плюс дополнение... А что это программа? Это солнечная батарея? Нет, нет. Солнечные батареи сильно дорого. Вот. Это замена утепления крыш, замена утепления окон. Там вот в бюджетной сфере мы сейчас 80... В этом году 80 миллионов начали программу. Взамен на окон во всех садиках. И в принципе, я думаю, мы в следующем году эту программу полностью закончим. Садики, школы. И дальше перейдем на жилой фонд, то есть на наши с вами дома, в которых мы живем. То есть в следующем году перейдем на жилой фонд, да? Да. Ясно. Ну, то есть и на это пройдут основные деньги, да, по общей? Да. Да. Спасибо. Спасибо. Тот человек, который ездит киевлянин, но не очень много, у него в конечном итоге вырастет стоимость проезда или нет? Ну, то есть то, что случайный приезжий будет платить больше, это здорово, это классно, как бы я думаю, все киевлян это более чем устроят. Те, которые ездят не очень много. Те, которые ездят не очень много, будут тоже платить меньше, чем все остальные. Это важно. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. А вот, да, это Марина. Руслан Михайлович, пишите, пожалуйста.